Здравствуйте дорогие друзья! Приветствую всех любящих Слово Божье, кто вместе с нами изучает Трехангельскую Весть. Сегодняшняя тема называется Великолепное Событие. Я напомню, что мы продолжаем изучать тему Благой Вести о Суде, о Суде Божьем, который будет завершать человеческую историю. И, конечно же, это событие лучше всего отображено в двух книгах Священного Писания, которые называются апокалиптическими книгами, апокалиптическими пророчествами. Это книга пророка Данила и книга Откровения. Книга Данила и Откровения. Это две книги, которые повествуют о последних событиях человечества на этой земле и о том, что будет происходить перед вторым пришествием Христа, о том, как будет происходить само пришествие и что будет этому последовать. И в седьмой главе книги Даниил изобразил открытую ему Богом историю мира. Империи сменяют одна другую. И эта история седьмой главы, пророчества седьмой главы, повторяет во многом пророчества второй главы. В седьмой главе мы читаем в двадцать пятом стихе, что против Всевышнего будет произносить некий малый рок слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Когда этот период времени в 1260 дней, как этот период обозначен здесь же у Даниила в 12 главе, а также в книге Откровения, тоже несколько раз этот период упоминается. И в общей сложности в Библии он упоминается семь раз. Здесь мы можем увидеть, что после окончания этого периода будет произведен суд. В седьмой главе в девятом стихе написано «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги». Обратите внимание, что здесь есть много престолов. Идет определенное небесное заседание. Описание Бога здесь тоже интересное, удивительное. Одеяние его белое, как снег, волосы также белые. Белый цвет означает святость, чистоту Бога. Кроме того, здесь много таких элементов, которые содержат в себе качество огня. Престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь, и огненная река выходит. Огонь – это символ суда, символ наказания. Мы знаем, наказание огнем поразило Содом и Гоморру. И также в конце времени обещано уничтожение мира огнем. Иисус говорил о гиене огненной также. И здесь мы видим, что сцена суда, который готов осудить грешников и вынести приговор, который тут же будет приведен в исполнение посредством огня. Судьи сели и раскрылись книги. Книги, в которых записаны деяния божьих людей и нечестивых. Книги, в которых написаны имена праведников, достойных войти в Царство Божие. Это книга жизни. И согласно содержанию этих книг и будет производиться суд. Далее в 13 стихе мы читаем слова Даниила. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Он дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». Здесь нужно учитывать, что на языке оригинала формы глаголов стоят такие, что речь идет о том, что Иисус, здесь конечно же имеется в виду Иисус как Сын Человеческий, Он идет с облаками небесными, но до того Он был уже подведен до ветхого днями и получил Царство от Него. И вот здесь мы видим, что есть определенный судебный процесс, есть результат этого судебного процесса. Это возложение царских полномочий на Иисуса Христа. Иисус и есть Царь. Иисус изначально был Царем. Но Он завоевал свое право быть Царем и над этой землей путем Голгофского креста, своих жертвы. И также путем своего служения, ходатайственного на небе, Он завоевал право быть Царем над новым Царством, которое установится на этой земле. И каковы конечные результаты этого суда, мы можем прочитать в 7 главе, в 14 и в 26-27 стихах. «И Ему дана власть, слава и Царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество и владычество вечное, которое не придет, и Царство Его не разрушится». «Затем восядут судьи, отнимут у малого рога власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное по всей Поднебесной. Дано будет народу святых Всевышнего, которого Царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему». Итак, здесь изображается установление Божьего Царства на земле. Здесь очень интересно отметить один факт, что книга Откровения говорит о том, что это Царство установится вскоре, и Трехангельская весть заявляет о том, что наступил час суда его. А книга Даниила говорит о том, когда наступает час суда. Здесь можно вспомнить опыт самого Иисуса Христа, который очень часто на протяжении своего служения говорил «Еще не пришел час мой, еще не пришел, еще не час мой». Но когда наступило время, Он сказал, что пришел час, и Сын Человеческий отдает себя в руки грешников, чтобы принести себя в жертву. Пришел час. Также и с судом. На протяжении христианской истории, много столетий, можно было слышать «Еще не пришел час суда, еще не пришел». И когда вопияли от земли страдающие дети Божьи, о возмездии Божьем, о том, чтобы Господь вмешался, вступился за рабов своих, то они могли как бы услышать голос «Потерпите, подождите, еще не время, еще не пришел час». Но именно Трехангельская весть возвещает, что наступил час суда Божьего. Мы с вами живем в это торжественное время. Это последнее, завершающее время истории человечества. Греховная история человечества. И здесь мы можем сказать, что, друзья, вспоминая вторую главу Даниила, «Видение с истуканом», что мы с вами живем действительно в этот самый последний период времени. Уже прошло время Вавилонского царства, Мидо-Персидского, Греческого, Римского, Распад Римской империи, Европа разделенная. И вот мы сейчас живем в это самое последнее время непосредственно перед тем, как в том видении камень оторвался от горы без содействия рук человеческих и ударил в ноги истукана, и рассыпалось все о камень, разросся и заполнил всю землю, и сделался великой горой. Это говорит о том, что Иисус скоро установит свое царство, и мы живем непосредственно перед этим событием. Что это означает для нас с вами сегодня? Мы люди, живущие во время суда. Суд уже начался на небе, и мы вступили в этот последний период жизни церкви, который в Библии назван в книге Откровения как Лаодикийский период. Лаодикия означает «народ суда», и мы живем с вами как народ Божий во время суда. Результатом этого суда будет возложение царственных полномочий на Иисуса Христа, и он тогда придет на эту землю, чтобы окончательно установить это царство. Пусть Господь благословит нас жить этой верой, быть учениками Иисуса и нести эту весть о Божьем суде людям, чтобы они встрепенулись, опомнились, чтобы они задумались о том, для чего они живут и что ожидает их впереди. Пусть Бог благословит нас быть твердыми и верными в этом призвании и в исполнении этой миссии. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты много истин открыл в Священном Писании, и одна из этих истин о том, в какое время мы живем. Господь, мы благодарны Тебе, что у нас есть возможность понимать Священные Писания, применять их в своей жизни, готовиться к пришествию Христа и возвещать об этом пришествии другим. Господь, благослови нас, чтобы мы были верны Тебе в своей личной жизни и были верны в исполнении миссии Возвещения Трехангельской Вести. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Тебе да будет слава вечная. Аминь. Спасибо, друзья, что вы изучаете Священное Писание, эти важные темы и применяете их в своей жизни. Пусть Бог благословит ваш сегодняшний день. Ну а мы увидимся с вами снова завтра. Субтитры сделал DimaTorzok